Особенно долго глава государства останавливался на причинах, почему не выполняется экспорт в этом году и какие планы по экспорту на 2020 год. Правительство доложило, что невыполнение экспорта в текущем году связано в основном с товарами нефтяной группы. Это и грязная нефть, и налоговый маневр, который также отразился на работе наших нефтеперерабатывающих предприятий. Но вместе с тем результатирующий показатель сальдо товаров и услуг у нас положительное, более 400 миллионов рублей. Неоднократно было подчеркнуто сегодня во время совещания, что планы, которые были утверждены в прошлом году с подачей правительства, они безусловно должны быть выполнены. Поэтому в оставшиеся 4 месяца правительство приложит все усилия, чтобы наверстать то, что нами недовыполнено в 2019 году. Что касается 2020 года, то глава государства посчитал планы правительства недостаточно напряженными, и пакет документов отправлен на доработку. У нас очень сжатые сроки, потому что глава государства поручил рассмотреть проект бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики текущим составом парламента. Поэтому у правительства есть буквально 2-3 недели для того, чтобы устранить замечания, которые дал нам глава государства, и повторно внести пакет документов на рассмотрение президента. Я думаю, что мы критически подойдем вместе со всеми госорганами цифрам прогноза, сделаем их более напряженными. Соответственно, это тоже должно отразиться на бюджете, может быть, сделать его менее дефицитным, трудно сегодня сказать.